Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Во-первых, мне кажется, что сама постановка вопроса, как вы его формулируете, уже вызывает некоторые вопросы и сомнения. Дело в том, что к правильным мыслям, на мой взгляд, психолог не помогает прийти. Потому что никаких правильных мыслей нет. Для каждого человека свои мысли являются конструктивными, являются ресурсными, являются какими-то, которые чувствуются ему полезными, вот. Но ни в коем случае не правильными. Правильная мысль это, ну, по сути, это некий такой интроект, на мой взгляд, который, вот, вообще, может, в принципе, быть оспорен. Дальше. Значит, то есть это не мы вам поможем, а вы придете к чему-то в себе, что сейчас блокируется. Дальше. Мне 31 год, пишите вы. А имеет ли значение для вас какой-то возраст? То есть, имеет ли значение для вас 31? Вот. Суть потому, что первое, с чего вы начали свой рассказ, ну, вероятно, какое-то значение все же имеет. Вот, желательно выяснить, какое. Имеется проблема в отношениях по причине моей эмоциональной агрессии, агрессии. Знаете, вот, само слово, точнее, выражение фразы эмоциональная агрессия, да, ну, несколько, как мне кажется, бессмысленно звучит, потому что агрессия, в принципе, это эмоция. Вот, и любая агрессия, это эмоция, будь то вербальная агрессия, будь то невербальная агрессия, все равно это эмоции. Поэтому, когда вы говорите, что у вас эмоциональная агрессия, несколько странно, на мой взгляд, звучит, у вас просто агрессия, возникает агрессия, вы испытываете агрессию, и это то, что с вами происходит. Другой вопрос, важный вопрос, какова природа агрессия, какие, например, конфликты ваши собственные, какие ваши собственные проблемы могут решаться через агрессию? Вот, на мой взгляд, что важно, и если вы себе пока что на эти вопросы не ответили, вот, ну, как вы понимаете, это не означает, что этих самых ответов нет, они есть, просто вы их еще не знаете. Обычно, агрессия возникает тогда, когда человек злится или боится, ну, в общем-то, страх здесь лежит в основе всего, то есть и в основе злости, в основе агрессии, вот. Вот, потому что злости, та же агрессия только уменьшена несколько, несколько, вот, и здесь страх. В свою очередь, страх возникает тогда, когда вы, ну, нарушаете свои личные границы. То есть, когда кто-то, ну, вмешивается в ваши личные границы, входит в них, тогда вам, естественно, становится не по себе. Но замечаете ли вы это? Выражаете ли вы это? Говорите ли вы об этом? Вот какой важный вопрос. Мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то кажется, что вы этого не делаете. Мне кажется, что вы вполне можете не заметить, эм, что вы что-то почувствовали, вот. Вполне можете не уделить этому этому внимания, вот. А потом это вливается в агрессию. И может быть такое, что это и есть ваша определенная стратегия жизненная. Я часто подвергаюсь эмоциям в ситуации, когда с молодым человеком ссоримся. Ну, надо сказать, что он, вообще-то, как вы выразились, подвергаться эмоциям в ссоре, это нормально, опять же. Вот странно, когда люди ссорятся, не испытывают эмоции. Вообще все ссоры, это эмоции. Это бурно кипящие эмоции, которые прям взрываются в ссоры. Вот. И часто ссору называют заменителем интимной близости людей. То есть, когда люди по какой, ну, по той или иной причине, эээ, допустим, не хотят или боятся, эээ, интимных отношений. Вот. Эээ, ссора это достаточно легко заменяет. То есть, это более, эээ, как кажется людям, эээ, более дешевый, более легкий, более безопасный, эээ, способ, эээ, получить такую вот разрядку. То есть, ссоры это разрядки, с одной стороны, эээ, в том числе замены интимной жизни. С другой стороны, эээ, ссоры это, эээ, это апофеоз, эээ, личной, личной невнимательности людей друг к другу. Вот. Когда человек терпел, 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 потом взорвался и начал ссораться. Итак, эээ, ссора здесь, в данном случае, судя по, Вашему описанию, является системной историей. Вот. То есть, это именно системная, то есть, это, ээээ, что-то, что-то такое, эээ, повторяющееся. И, важно понять, эээ, как бы, как получается, что ссоры повторяются. И вы, и ваш молодой человек, эээ, вносите вклад в конфликт. Вы со своей стороны, он со своей. Поскольку к нам обращаетесь вы, то, эээ, нужно посмотреть на ваш вклад. Вот. Какой вы вклад в новости в конфликт. Дальше. Эээ, не могу контролировать агрессию в стрессовых ситуациях. Ну, я вам открою секрет. Вообще, мало кто может контролировать агрессию, если она уже возникает. Если человек, эээ, агрессию контролирует, это, скорее всего, не агрессия. Это, скорее всего, просто злость или раздражение. А вот, ну, можно сказать, гнев. Вот такая, чуть более усиленная версия злости, наверное. Если совсем лучше сцепляться к словам. Но, агрессию, вообще-то, никто не контролирует. Потому что агрессия, чувство, эээ, такое архаичное. В смысле, эээ, всей жизни. Чувство с человеком, всю его историю. Начиная с древности. И, собственно, агрессия очень часто помогала человеку выжить. Особенно в древние времена, в древние века. Вот. И человеческая природа так устроена, что, если именно есть агрессия, то она не контролируется. Потому что природа так заложена, что, проявляя агрессию, человек, эээ, ну, в общем-то, защищается, выживает. Поэтому все остальные функции отключаются у человека, когда он проявляет агрессию. Вот. Но агрессия тем сильнее, тем сильнее у человека есть страх. Чем сильнее человек чувствует свою незащищенность. Чем сильнее человек внимательнее к себе. Чем сильнее человек предаёт себя. Дальше. Вы пишите, я матерю. И нет, нет в этом ничего страшного и трагичного в том, что вы материтесь. Я бы даже сказал, что лично для вас это больше полезно, чем не полезно. Потому что матерясь, вы не держите напряжение в себе. Вы его выплёскиваете. Вы его, ну, отреагируете, вы его выражаете. И, в принципе, вам становится немножко легче, если бы вы не матерились. Если бы вы держали всё в себе, была бы ситуация, конечно, более тяжёлая. И для вас, и какая-то непродоксальная для молодого человека. Дальше. Вы пишите, это вредит моим отношениям. Вот это очень интересная фраза, потому что, да, вы говорите, это вредит моим отношениям. Во-первых, что такое вред вашим отношениям не совсем понятно. Потому что, извините, извините, отношения устраивают не только вы, но и ваш партнёр. Ваш молодой человек. И, соответственно, я бы сказал, что без его какого-то участия, да, без его непосредственной активности, вреда вашим отношениям нанесено быть не может, как это не парадоксально может быть для вас сейчас прозвучит, но это правда. Поэтому, говоря о вреде, вы... Сейчас, наверное, скажу такую достаточно кромольную вещь, но... Я бы сказал, что вы много на себя берёте. Вот серьёзно. Вы очень много на себя берёте, мне кажется. То есть, вы говорите, что отношения вредит моим отношениям то, что я взрос. Понимаете, как будто вы молодого человека, а нет в отношениях с вами. А он там вообще-то есть. Вот. И вообще-то он там играет, ну, довольно серьёзную роль. Да. Ну, вы... Роли отводите вообще-то достаточно мало. Давайте уж... Ну, под... Правду. Да? Что... Как вот... Ну... Как есть. Он сказал. Вот. А не чувствуется, что он есть в отношениях с вами. Не чувствуется, что он есть в отношениях с вами. И когда вы говорите, в моих вредит моим отношениям. Не в ваших отношениях. Не в ваших отношениях. И отношениях скорее нет в семье. Если вы и то, как вы взаимодействуете с... Вот. Ну. Как вы взаимодействуете непосредственно с человеком. Эти... Эти, эти, эти... Эти есть. Да. И всё. А когда вы говорите, например, что, да, моим отношениям это вредит, ну это как-то вызывает Скорее вопросы, что у нас с ваше отношение. Понимаете, да? Понимаете? Я надеюсь, вы понимаете, что я здесь имею в виду. Поэтому, первоначально, вот, на что бы я обратил ваше внимание, это на то, что в ваших, ваших отношениях нет. Есть отношения просто между людьми, но ваших, ваших нет. А вы, как бы, вот, позиционируете это так, как будто они ваши. Знаете? Всем стук. Вот. Так, ну, как бы, и бросает это в голову. К сожалению. Как раз. Понимаете, да? Что я имею в виду. Дальше идем. Я думаю, что причиной является тот факт, что я выросла в неблагоприятной среде, где всегда ругали с матом, и были скандалы и драки. Ну, может быть. Может быть и так. Может быть и так. Может быть. в неблагоприятной среде. Но честно говоря, я думаю, что многие люди вырастают в такой среде, ну, потому что все-таки мы живем в реальности, да, и в реальности часто мы оказываемся в неблагоприятных условиях. Для, ну, ну, люди оказываются в неблагоприятных условиях. Поэтому я бы сказал, что дело не совсем в том, что вы выросли в неблагоприятной среде, а я бы сказал, что вы выбрали, вы выбрали, в определенный момент вы выбрали для себя так справляться с проблемами, которые у вас есть. Ну вот, ну вот. Либо есть, да, либо там, ну, например, возникают. Но это ваш выбор. Понимаете? Ваше решение. Никто, никто не заставляет вас принимать такое решение. Вы можете сказать, ну, я себя тоже не, как бы, себя тоже не заставляю, вы можете сказать. сказать. Это правда. Это правда. Это правда. Вы себя тоже не заставляете, но свой выбор, свой выбор, вы, скорее всего, игнорируете. Не замечаете того, когда вы выбираете так поступать. И если это заметить, и если обратить внимание на то, какие ещё у вас возникают чувства, именно ещё, какие чувства у вас появляются, появляются, я думаю, что можно тогда, в принципе, начинать, ну, что-то менять. Показ был, вот, это пассивная история. Точно ли в этом причины моего поведения в отношениях? Нет. 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 Причины, ну, причины не в этом. На мой взгляд, по крайней мере. Причина, она немножечко в другом. Причина в ваших чувствах. То, что вы выросли в среде, научило вас, научило, именно справляться с проблематикой, таким образом. Вот. Это тогда вы научились так справляться с проблематикой. Ну, вот, со своей проблематикой вы научились. Но сама по себе среда здесь не, 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 роли особо не играют. Могла, могла быть, в принципе, и другая среда могла быть, могла быть, могла быть, в общем-то, могла быть другая среда. Вот. Ну, вы могли точно так же научиться справляться с, ну, вот, с какими-то своими эмоциями. Вот. Ну, просто было бы несколько по-другому. Да? То есть, как бы, вы бы, по-другому бы, например. Была бы не агрессия, а была бы, наоборот, какая-нибудь, ну, ну, такая, знаете, пассивная какая-нибудь история. Была бы здесь. Вот. Вот. Поэтому я бы вам не стал бы говорить о том, что делаю в этом. Можно ли это исправить? Много ли на это времени потребуется? Спрашивайте вы. Исправить можно, ну, безусловно, безусловно, можно исправить это. Как, как исправить? Ну, то есть, я имею в виду, вот, что конкретно делать, чтобы исправить, чтобы это исправить. Пока не ясно. Потому что, ну, нужно с вами поработать, да, нужно как-то вот, ну, поисследовать вот этот момент, грубо говоря. Потому что сейчас, пока не совсем очевидно. вот. А если говорить, например, о времени, да, то есть, вот, ну, если говорить о времени, вот сколько времени это, значит, может занять, то я бы сказал, что во многом это зависит от, о, 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 от ваших, о, механизм, ну, механизм, механизма защит. Вот. То есть, зависит от того, на самом деле. Немного, например, не много, например. то понадобится менее продолжительные консультации, беседы, вот, понимаете, да? Поэтому я думаю, я думаю, я думаю, что такой примерно ответ вам можно дать, то есть это вот где-то, ну, я бы не стал называть какие-то конкретные прямо даты, да, то есть конкретные какие-то временные промежутки, я бы, наверное, называть все-таки не стал, потому что по-разному может быть, по-разному, по-разному, в принципе, получается. Ну, на мой взгляд, тут вот как бы это вот нужно исследовать, да, и... что вот надо бы лучше, ну, с этим это... лучше это исследовать, вот. Я могу только сказать вам, например, что когда вы, допустим, говорите, например, вот сколько времени там это будет занимать, вы или не были, вы меньше внимания уделаете самой себе, то есть, ну, когда вот таким образом говорите, потому что здесь вы обращаете свое внимание на именно вот время, именно на временной, значит, промежуток, вот, ну, не на собственность себя, вот, не на собственные свои изменения, вот. Поэтому, как мне кажется, имело бы серьезное значение, имело бы большое значение, чтобы вы обращали внимание именно на себя, вот, и столько времени, вот, сколько это вам нужно заниматься, да, а не столько времени, сколько там назначат, назначат, там, тот же психолог, например, и так далее, вот. Исправить это можно, можно и даже нужно, но это исправдано. На этом, на этом все, пожалуйста, я надеюсь, что вам было это полезно, надеюсь, что вам было это интересно, вот. Надеюсь, что вы дадите мне обратную, значит, связь на мой ответ, некую обратную связь, надеюсь, вы дадите мне на мой ответ. Это поможет вам начать работу над собой, вот. Это поможет вам, ну, 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 молчать именно процесс, процесс изменений, процесс перемен, вот. Я надеюсь, что вам это было интересно, вот. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь за помощью, если она вам будет нужна. Спасибо. 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 Спасибо.